Бог сыплет щедро семена любви повсюду. Пастыр Шаля. Откроем наши Библии. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Какое великолепное поклонение! Это было прекрасно, так приятно, мне понравилось. Мне так понравилось. Так было это здорово. Книга-притч. Во время поклонения этот стих пришел мне на ум. Он связан с нашей проповедью. Я нашел его. Притчи 11.24. Это очень хороший стих для размышления в течение минуты. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется». Притчи 11.24. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется». «Я думаю о Боге, как об отце и сыне, которые любят друг друга. Если бы в реальности были только они двое, и их любовь друг к другу, и на этом бы все остановилось. Но любовь есть Дух Святой. Дух Святой между ними. И Дух сыплет щедро, так сказать. Дух действует выше их двоих. Это один из путей выражения. Дух Святой между Отцом и Сыном. Но Дух Божий тянется. Дух Божий есть любовь. И любовь достигает. Это очень хороший способ выражения. Я удивлен, что получилось очень хорошо. Отец и Сын любят друг друга. Но это не конец. Отец любит. В это время еще нет Вселенной. Ее еще нет. Он еще не сотворил Вселенную. Еще нет ангелов, нет Люцифера, нет Вселенной. Но природа Бога – любовь. Она всегда была такой и всегда будет. Когда Он сотворил Вселенную, она была такой. Его природа была всегда любовь, которая тянется и достигает по всем направлениям. Потому что Вселенная была сотворена любовью. Бог вдохнул и носился над водой. Это говорится о планете Земля. Бытие первой главы. Сначала Он сотворил Ангелов. Затем Ангелы увидели, как Он сотворил материальную Вселенную. Отец и Сын держали все словом силы своей. Евреям 1.3. Эта любовь между двумя личностями также способна идти на риск. Эта любовь говорит, без свободы не был бы сотворен никто по образу моему. Когда я сотворил человека по образу своему, я должен был дать ему свободу. В этой свободе у него есть выбор не верить и не полагаться на меня. Но Бог делает это, потому что Он подобен фермеру, который щедро сыплет семена, или филантропу, раздающему деньги нуждающимся, или христианину, который любит его, или ее любит этого человека, которого не знает. Я не знаю этого человека, но все в порядке, благодаря этой притче. Есть тот, кто сыплет щедро. Когда у нас есть любовь в жизни, мы живем выше границ нашей жизни, так же, как Троединство. Отец и Сын выше. Они держат все. Они видят и верят. Даже несмотря на то, что человек пал и является падшим, Бог не останавливается, потому что любовь не перестает. Любовь продолжает. Любовь щедро сыплет. Сеяние семян. Инвестирование в Того, Который никогда не станет верующим. Мы не знаем этого. Я хочу сказать, что мы разбрасываем семена, и мы не знаем, что произойдет. Мы делимся словами, работой, сердцем, отношением, потому что это природа Бога. Он служитель. Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы и послужить. Дух Святой – это служитель. Дух Святой печется о вас, вкладывает вас, говорит вам. Он служитель. Он смотрит в сточную каналу. Он идет в тюремную камеру. Он смотрит на неверующего. Он ищет мятежника. Он ищет блудного сына. Он тот, кто вкладывает. Он щедро сыплет семена. Вся вселенная держится на Боге, который прилагает усилие любить, служить, вне зависимости от отклика. Он висит на кресте, когда никто не желает его. Он тот, кто вкладывает или щедро сыплет семена. Посмотрите на вторую часть стиха. А другой – сверх меры и бережлив. Сверх меры и бережлив. Он удерживает. Мы знаем об этом. У меня есть сто долларов. Я могу отдать часть этой суммы, но я ничего не отдаю. Я удерживаю. Я должен был позвонить. Этот звонок помог по человеку, но я удерживаю. Я удерживаю. Мне следует приложить усилия, чтобы побыть один час с человеком, но я ничего для этого не делаю. Я удерживаю. У меня нет времени. Я не могу пойти на риск. Я не могу этого сделать. Я не заинтересован в этом. Я удерживаю сверху. Меры более, чем должно быть. Я удерживаю. Мы внимательны в нашей жизни, потому что мы говорим, у нас совсем немного часов, дней, месяцев, лет. У нас не много денег и ресурсов. У нас не так много в нашей программе. Нам необходимо быть внимательными в управлении, и мы удерживаем сверхмеры. Но когда мы исполнены Духом, приходит нечто другое. Теперь является сердцем. Когда мы исполнены Духом, мы становимся как Бог. Бог идет в источную канаву. Бог идет туда. Бог стучит в эту дверь. Бог посещает этого человека. Бог ищет потерянных. Бог печется о том, кто в замешательстве и проблеме. В истории христианства было кормление ребенка на поле битвы во время гражданской войны. Рождение ребенка, госпитализация в то время производилась исполненными Духом христианами, которые говорили, «Люди умирают на поле битвы. Мы должны что-то делать». YMCA, Юношеская Христианская Ассоциация. Почему она была образована? Из-за алкоголизма. Юные мальчики оставались без отцов. Христиане собирались вместе и говорили, «Нам необходимо место, чтобы приходили молодые ребята, играли в баскетбол, в пинг-понг, собирались вместе. Необходимо, чтобы мальчики слышали Слово Божье. Нам необходима эта христианская ассоциация. Это то, что они делали. Диал Муди и другие работали в YMCA, чтобы достигать, потому что Бог щедро сыплет семена и не удерживает, когда Он видит проблему. Но Он тот, кто вкладывает. Дух Святой в мире, провозглашает Божью любовь. Хорошо? Аминь.